Страховые компании должны будут предоставлять свои услуги в онлайн-режиме. Такую функцию предусматривают законодательные поправки по вопросам страхования. Документ представил сегодня глава Нацбанка в Можилисе. Кроме того, изменится правило въезжающих на отдых за границу. Подробности у Ивана Тулинова. Он следует за заседанием Палаты парламента. Прямо сейчас выходит на прямую связь со студией. Добрый день, Иван. Какие еще нововведения предусматриваются по вопросам страхования? Здравствуйте, Динара. Да, верно. Национальный банк предлагает перевести все существующие виды страхования в онлайн-режим, чтобы у жителей страны была возможность застраховать свою жизнь, имущество, здоровье, не выходя из дома. Такое новшество предлагает закон о страховании, представленный председателем финрегулятора Даниэром Макишевым в Можилисе. В проект включено несколько направлений. Одно из них даст возможность автовладельцам избавиться от бумажных страховых полисов. Помимо того, что водители смогут получать этот документ через интернет, так еще им не потребуется возить его с собой. Полицейские смогут проверять его актуальность также через интернет в онлайн-режиме. Даниэр Акишев подчеркнул, для внедрения этой системы нацбанку не потребуется тратить никаких средств. Произойдет лишь интеграция в ту систему, которая в данный момент разрабатывает Министерство внутренних дел. Второе направление законопроекта – это страхование туристов, выезжающих за рубеж. По словам разработчиков, это касается лишь тех, кто пользуется услугами туроператоров. Если человек самостоятельно отправляется за пределы страны, эти нововведения его не коснутся. Только если нет встречных требований со стороны принимающего государства. По словам Даниэра Акишева, предполагаемая стоимость страхования составит около 320 тенге за один день. Страховое покрытие будет в пределах от 3 до 16 миллионов тенге. На эти деньги турист сможет рассчитывать на скорую медицинскую помощь и содействие при чрезвычайных ситуациях. В эту сумму также включена помощь в репатриации тела в случае смерти, заявил председатель нацбанка. По его словам, в действующей сегодня системе страхования возникает множество вопросов. Однако предложенная схема должна устроить всех как туроператоров, так и туристов из страховой компании. Отвечая на вопросы депутатов, Даниэр Акишев отметил, что предложенная система онлайн-страхования требует соблюдения жестких условий безопасности единой страховой базы данных. Она сейчас находится в собственности у государства и продолжит оставаться в ней. И по его словам, отвечает всем требованиям по соблюдению тайны страхования и сохранения личных данных граждан. В рамках проекта закона депутаты также обсудили вопрос расширения функции страхового омбудсмена для совершенствования досудебных механизмов и введения дополнительных гарантий для социально значимых видов страхования в регионах. На этом у меня все. Динара. Спасибо большое, Иван. Это был мой коллега Иван Тулинов. Он передавал из Можилиса. Спасибо. Спасибо.